друзья всем привет зимняя рыбалка у нас уже закончилась на улице весна летняя еще не началась сейчас межсезонье ну и пока есть такое свободное время решил я сделать небольшую сушилочку для рыбы она же будет называться дегидратор весь процесс изготовления показывать не буду буду показывать лишь так промежуточные этапы чтобы вас не утомлять долгим виде никаких размеров ничего вам давать не буду потому что делаю из того что попалась под руку вот сейчас по-быстрому напилил небольших реек если не хватит еще подпилю из них я буду делать при сушке на дно будет капать жир это обязательно поэтому буду делать из такого пластика ну и соответственно чтобы лишний раз ничего не отпиливать нам не получится ширину вот этой вот пластины еще раз повторюсь что делаю все из всяких обрезков с хламом поэтому делаю так как получится распилил длинные речки остались вот такие обрезки выровнял вы уже делаете себе размеры какие вам будут необходимы наверно сразу же также сделаю верхнюю крышку тоже из пластика все напилил теперь собирают не хочу на обычной саморезы вот такая вот рамочка у меня получилось а точно также теперь собираю в общем тут ничего сложного нету как вы уже догадались делаю я обычный короб или ящик то есть сейчас сделаю вверх вот так вот поставлю четыре стоечки прикручу и обошью спинку бока спереди у меня будет дверца то есть дальше я думаю показывать вам нет смысла потом уже покажу конечный результат что у меня получилось креплюсь на обычные мебельные уголки при помощи самолезы скорее всего из пластика сделаю через заднюю стенку дополнительно ничем усиливать не буду это все усилиться когда я прикручу к этим речкам заднюю стенку боковинки когда уже будет конструкция довольно таки жесткой работа идет потихонечку жалко шуруповер сломался как бы еще быстрее все это было приходится вручную закручивать ну и так сам короб у меня готов осталось сделать здесь дверь на него врезать вентиляторы и сушилка можно сказать будет готова но доделка я уже займусь завтра сегодня уже вечер так что пора идти домой кушать перед тем как делать переднюю крышку сразу же прицеплю все оборудование блок питания у меня будет от компьютера от старого вентиляторы также от старших корпусов компьютеров все они питаются от 12 вольт буду ставить по два штуки двух сторон думаю вам показывать не буду как все это будет сверлить крутить покажу уже конечный результат что получится в общем заморачиваться не стал прятать блок питания во внутрь так как там и так не так много места прикрепил его через дощечку наружи обрезал все лишние провода сделал тут разъем чисто на 12 вольт вот так вот врезал вентиляторы поставил их крестиком получается верхний у меня задней стенки ближней ниже передней стенки там наоборот занялся пайкой проводов обратите внимание что вентиляторы крутятся только в одну сторону надо их поставить так чтобы они втягивали воздух во внутрь на самом блоке питания немного шумный какой-то попался вентилятор видать подшипник разбитый но ничего страшного рабочая ситуация потом его поменяют а так как видите уже два вентилятора зацепил точно так же сейчас поступлю с другой стороны и буду собирать дальше так как блок питания и вентиляторы на 12 вольт их нужно ввести все параллельно они последовательно то есть от каждого вентилятора отдельный проводок в конце скрепить в одну жилку плюс их плюсом минус и минусом все места пайки необходимо заизолировать можно это сделать с помощью изоленты у меня есть термоусадка пока что вот так вот отдел дальше при помощи зажигалочки или фена нагрею она усядется и все будет отлично кстати если кто-то надумает делать подобную турбосушилку тут не обязательно даже иметь паяльник там термоусадку все это можно сделать на скрутках и прикрутить обычные изоленты вот такие вот вентиляторы на алиэкспресс там стоят около 50 рублей штука можно даже кучей взять там рублей за сто целую кучу блок питания тоже самый простой там древний тоже рублей 150 200 вы спокойно найдете грубо говоря тут все стоит копейки ну а материал я не знаю там можно хоть из фанеры это все сколотить то есть у того что есть под рукой в общем делать здесь не так уж все и сложно было бы желание и поверьте такая турбосушилка очень-очень вам пригодится и вы скажете мне спасибо чтобы провода нигде не болтались и не зацеплялись зацепил их вот такими вот обычными скобочками ну и где сам блок питания все это собрал кладную кучу при помощи изоленты перед тем как зашить переднюю панель сразу делаю 3 вешалок для рыбы из нержавеющей проволоки креечку с проволоками сделал и крутил рыба мясо будет подвешиваться при помощи вот таких вот обычных крючков зацепили с этой стороны зацепили рыбу и распределили если мелкая то на три ряда если крупно это посередине соответственно здесь же можно будет если сильно мелкая рыба сделать еще одну полочку чтобы вы вешать два ряда это уже потом посмотрим надо будет сделаем теперь можно зашивать уже лицевую сторону и делать дверцу решил что большая дверца здесь не нужно поставил с боков вот для таких перегородочки дверцы меня будет открываться наверх крепить ее буду при помощи вот такого вот мебельного шарнира ну и скорее всего сейчас все уже доделаю покажу готовый результат ну и так друзья прошло два вечера моя сушилочка готова принципе сильно и не напрягался делаю из того что попалась под руку а точнее вообще из всякого хлама из дров там из каких-то обрезков как вы можете убедиться это может сделать любой у кого руки из правильного места как и говорил дверку сделал открывающийся наверх внизу поставил мебельный магнитик чтобы она плотно захлопывалась то есть муха сюда уже точно нигде не проползет внутри четыре вентилятора они все идут на вдув во внутрь турбосушилки блок питания попался мне косячный у него гудят вентиляторы ну ничего страшного пока сушилка у меня будет стоять на улице пусть он гудит а если буду заносить зимой домой то придется еще купить вентилятор и поменять в нем так вот он гудит а встроены вентиляторы работают бесшумно но этого вы сейчас не услышите также поставил с двух сторон обычные ручки от двери чтобы эту сушилку можно было легко транспортировать может быть со временем в дверцу еще врежу окошечко то есть когда закрыто слышно только один блок питания вы уж извините но размеров я никаких вам давать не буду еще раз повторюсь потому что делал все это из хлама из того что у меня попалась под руку вы же можете сделать и размеры которые необходимы именно для вашего там помещения гаража ну и так далее а так такую сушилку я делал раньше меньше то есть она раза в три у меня было меньше вот так вот отлично сушит то есть получается вялил я там мясо она у меня завялилась всего за три дня и соответственно рыба также допустим если мелкая ее можно будет там часов за 12 завялить все это очень дешево и выходит вообще отлично турбосушилка которая я уверен пригодится очень многим особенно тем кто занимается рыбалкой охоты вялить мясо вялить рыбу можно сушить овощи то есть тут много-много вариантов куда ее можно использовать ну а на этом у меня все надеюсь что это видео вам понравилось обязательно что-нибудь пишите в комментариях всем пока и до новых встреч и до новых интересных видео